Нас пригласили, чтобы вам рассказать про техническое направление, и в том числе про внешкольную и внеурочную жизнь нашей школы. Мы конкретно представляем техническое направление, мы углубленно изучаем профиль физики и математики. Помимо этих предметов, сюда же входит и информатика. И такой углубленный подход к каждому направлению. Об этом старшеклассники и рассказали ребятам, которые пришли в 72-ю школу на ознакомительную экскурсию. В нашей школе существует практика, что учащиеся выбирают профили. Эти профили в нашей школе на сегодняшний момент три. Гуманитарный, технологический и универсальный профиль. Девятиклассникам показали видеоролик о школе, учителях и внешкольных мероприятиях. Директор рассказала об особенностях профильного обучения. Например, что школа 72 сотрудничает с филиалом Московского университета имени Витте, РГУ имени Есенина, РГРТУ имени Уткина, а также взаимодействуют с IT-клубом и детским технопарком «Кванториум Дружба». Школьники, в свою очередь, рассказали про учебный процесс и внешкольную деятельность. Я считаю нашу школу одним из самых дружелюбных и гостеприимных мест. К нам не раз приходили ученики из других школ. Мы их очень любим и относимся ко всем так же, как и к остальным. У нас очень хорошие учителя. Они никого не выделяют и всех очень хорошо обучают, вне зависимости от того, откуда пришел ученик. Еще хотелось бы отметить расписание, то, что у нас школа учится только в первую смену, что в целом более комфортно, потому что у тебя вторая половина дня свободна, и ты можешь ее уделить каким-то своим личным занятиям. Ну и также нагрузку на учителей, соответственно, когда они учатся, преподают, вернее, в одну смену тоже ниже и, соответственно, продуктивность выше. Даже в наш класс пришло в этом году дети из других школ, и мы были их рады видеть. Как раз новые люди всегда интереснее общаться с ними, поэтому любой ребенок найдет себе место в любом классе нашей школы. Одна из особенностей 72-й школы – это IT-лаборатория. В 2020 году учреждение выиграло грант в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» на создание объединения дополнительного образования детей для углубленного изучения информатики. В настоящее время имеет следующие программы для обучения – 3D-моделирование, программирование роботов, амперика, начало электроники, программирование C++, кибернетика и работа с большими данными, текстильная робототехника.